Приветствую, друг! В этом видео мы поговорим с тобой о циркулярном дыхании. Циркулярное дыхание нужно для игры на духовых инструментах, и один из этих инструментов диджириду. Я учил циркулярное дыхание для диджириду. У меня, честно, ничего не получалось в течение, ну, может, таких годовалых ленивых тренировок. Иногда я пробовал, не получалось, я просто бросал. Пробовал я с бокалом с водой и с трубочкой, значит, там была техника в том, что я выдувал воздух из рта, из щек, и одновременно пытался вдохнуть. И при этом пузырики не должны были остановиться. Но два года назад мой корейский друг Син показал мне очень одну классную технику, которая мне помогла научиться циркулярному дыханию за пару минут, максимум пять минут. Вот. Заключается техника в том, что нужно набрать воздух, или даже, проще сказать, просто расширить щеки, рот закрыт. И дальше можно попробовать через маленькую дырочку в центре губ выдуть воздух медленно. Да, с таким саундом. Вот. Должен выходить звук долго. Если не получается таким образом, можно помочь себе подыграть руками. Второй шаг нужно в то время, когда ты выдуваешь воздух таким образом, нужно вдыхать через нос одновременно. Я вдохнул сейчас. То есть там такой прикольчик, что мозг не верит, что выдыхая, можно вдыхать. Но на самом деле мы здесь не выдыхаем изнутри. Есть воздух только внутри ротовой полости, внутри щек. Мы их просто раздуваем. Я там даже воздух не беру, не знаю, просто раздуваю. Отсюда воздух не поступает. То есть отсюда не идёт вот это выдыхание, идёт просто изо рта. Вот есть такая камера получается, в которой 100% воздуха. И этот воздух, он не пополняется отсюда. И этот воздух, он просто выходит медленно. И в это время просто за счёт сокращения мышц, за счёт сокращения щёк, просто вдыхаем так же через нос. и получает циркулярное дыхание. И можно делать это снова, и снова, и снова, и снова. Привет из деревни австрийской. У нас начался сезон уборки урожая. И вот эту технику можно использовать с диджери-дум. Поначалу выйдет пердёж, но после этого просто автоматически, я автоматически понял, как, и думаю, вы тоже поймёте, ничего сложного, просто применять эту технику. И она выльется в циркулярное дыхание, то есть в безграничное по времени. Ну, по крайней мере, вы сможете минуту, две, три без перерыва научиться достаточно быстро играть. То есть то, что происходит здесь, это просто я набрал воздух в рот, и потом сокращаю мышцами и контролирую контролирую вот этот поток, чтобы он был маленький, чтобы он, ну, оно достаточно медленно выходило, чтобы не быстро, чтобы было время вдохнуть. Также можно быстро это очень делать, но это с практикой. Вот, поэтому для начала просто учимся делать медленный выдув и вдыхаем. Там уже просто куча времени, чтобы сделать классный вдох. И единственный ещё момент здесь, это есть такая штука, турбовентиляция, наверное, называется, когда можно так просто вдышать, вдыхать, и вдыхать, и вдыхать, и вдыхать, и потом плохо станет. Поэтому не нужно вдыхать чрезмерно. То есть когда нужен воздух, вдыхайте. Когда уже достаточно, можно не вдыхать. Ну, или чуть-чуть ещё там набрать на запас. И всё. То есть надо знать здесь меру. Вот такая простая техника для освоения. Благодарю за просмотр. Ставь лайк, подписывайся, оставляй комментарий. И до скорых встреч. Благодарю.